Привет, друзья! С вами Наталья из Ставрополя. Сегодня у нас 19 мая. Цветет моя калинка. Вся в цветах. Вся в цветах разрослась. У нас что-то опять холодно. У нас похолодание. У нас всего сейчас плюс 9 градусов. Ну и расскажу, покажу вам, что у меня по моим ягодникам. Давно я вам их не снимала. Сейчас покажу. Вот моя жимолость. На жимолости много ягодок разного калибра. Побольше, поменьше. Она очень пышно, хорошо цвела. И я думаю, что эта погода сейчас, которая стоит у нас холодная и сырая, думаю, ей будет нравиться. Посмотрим, какие будут ягодки в итоге у нее. Это смородина красная. Очень урожайный сорт. Без названия какого-либо. Потому что я купила ее просто в голландском магазине. Продавались импортные саженцы. Но там они обычно польские или голландские. Она была куплена давно. Сейчас, конечно, уже не найдешь. Ну, в общем, она радует меня каждый год. А вот что касается инжиров. Вообще ситуация какая-то странная, друзья. Я даже не знаю, что с ними. Есть инжиры, которые все уже покрылись листьями. А есть, которые чувствуют себя не очень. Вот, например, этот инжир под условным названием «Нафталан». Как мы видим, он только-только еле-еле с большим трудом разворачивает листочки. На нем нет ни одной бребы, хотя они были. Ну, здесь что-то малюсенькое такое торчит. Не знаю, будет она или нет. Вот бреба эта. Это инжир «Мадлен». Два сезона. Что-то вообще она очень-очень туго растет. Очень туго. Вот только-только маленькие листочки начали появляться. Что ей не так? С корнями все в порядке. Ну, вот несколько инжиров у меня, которые вот так очень плохо растут. Вот этот, весь в листьях. У него условное название «Геленджик белый». Я получила его от Елены из Гулькевичей. Вот такие у него листочки. Он прям хорошо. Блестящие листья, все в порядке с ними. А это русский богатырь. От Чистякова. Вот он сколько бребы в этот раз мне показал. Бреба разного размера. Есть какая-то кривулька. Есть какая-то грушевидная бреба. Есть обычной формы. Но посмотрим, как они дальше себя поведут. Я этот сорт, конечно, хотела удалить из коллекции. Потому что он не самоплодный. Вернее, бребу он дает. А второй урожай требует опыления. Просто у него очень крупная должна быть бреба. Поэтому я его решила пока оставить. Вот еще царе Абшеронский. Тоже стойко держит бребу. Это второй инжир, на котором сохранилась бреба. Больше нигде нету. Даже на Далматике. Даже на Брунсике бреба вся-вся отпала. Причем она отпала независимо, пересадила я инжир или не пересадила. Либо такая холодная погода сказалась, либо что. Здесь вот держится. И на черном богатыре. В русском богатыре держится. И все. Зато деревца шелковицы. Все-все-все в плодах. Это черный тутовник, который я приобрела. Привозные саженцы были. Говорили, что из Крыма. Вообще он должен был быть белый. Но вот, как говорится, оказался черный. Поэтому нельзя верить продавцам на рынке. Надо покупать все в хороших питомниках проверенных. Единственное, что радует, что он такой крупненький. Вкусненький. Он у меня в катке сидит. Потому что мне некуда его сажать. Места нету. Но зато мои цитрусы. Цитрусы мои цветут. Это лимон мейер. Я вырастила его из маленького череночка. Он весь в цветах. Он зимовал вместе с инжирами в подвале. Там была подсветка для них. Специально для цитрусов. Чтобы они получали свет. Это инжирам не нужен свет. А им нужен. А это ваш тоннэвелл. Завязал много плодиков. Надеюсь, что-то с них получится. Попробую я этот апельсинчик. Это савинамская вишенка. Тоже она на улице. Ветер ее трепет. Она еще с бутончиками продолжает бутониться. Это обсидиум кэтли. Земляничная гуава. Тоже уже на улице. Ну вот, друзья. Здесь мои суккуленты, гастерии, хавортии укрыты от непогоды. Кактусы. Конечно, колхоз. Но зато растениям комфортно. И вот распускается абердин. Красавчик. Наверное, сегодня он не распустится. Из-за плохой погоды. Ну ладно, друзья. Пошла я домой отогреваться. Замерзла. Пойду чай попью. Вам всего доброго. Хорошего настроения. Хорошей погоды. Пока-пока.